Всем привет! Сегодня мы разговариваем о HUT UI стилистике и его актуальном использовании. Дело в том, что... Дело в том, что я тут недавно запустил свой курс. По этой теме курс получился достаточно большой и насыщенный, но вместе с тем появилось очень много вопросов у людей. Например, об актуальности, о том, как применять эти HUT и UI, а также приравнивают часто все обширные тематики этих HUT и UI к чисто такому русскому сленговому понятию, как шурешки. Все это исподвигло к тому, чтобы начать этот стрим. В первую очередь хочу сказать, что запись стрима будет, а также ссылка на курс будет в описании. Время от времени будет появляться вот такая плашечка, которая гласит об этом. Которая, кстати, тоже разрабатывалась внутри этого курса HUT UI. Сегодня как раз, кстати, скидка на этот курс. Цена снижена аж до 7 тысяч вместо 10. И такая цена будет длиться с 19 по 20 ноября, то есть вот сегодня и завтра. Давайте для начала я вкратце расскажу немного про курс и покажу исходники HUT и UI элементов из него, чтобы было понятно, чему вообще там можно научиться. Затем уже поговорим о том, что такое шурешки, об актуальности HUT и UI. Где-то вообще можно применять. Ну и на сладкое поделаем парочку HUT и UI элементов перед тем, как... А перед этим, раз уж мотивационной основой служит курс, предлагаю посмотреть его промо. Там буквально на минуту, так что если вы уже смотрели это промо или смотрите стрим этот в записи, то можете смело перематывать. Набернемся через минуту. Привет! Меня зовут Тимур Константинов, а я работаю в моушн-дизайне более 10 лет. И хочу вам представить этот курс, который является квинтэссенцией моего опыта в анимации HUT и UI. HUT и UI? Что? Мы научимся создавать, проникая в самую суть методов анимации, футуристичные, технологичные, вымышленные пользовательские интерфейсы. Неважно, в какой точке земли ты находишься. В Москве, Краснодаре или даже в Норильске. У тебя, как у каждого, есть шанс стать профессионалом. И он сейчас перед тобой. Пришло время открываться новому знанию. Итак, я вернулся. Рассказываю про курс. Как и обещал, курс у нас разбит на 4 главы. Первая глава посвящена чисто дизайну элементов. Вначале мы делаем всякие точки, вот такие вот точки в HUT UI, потом всякие цели, эти так называемые, прицелы. Притом, как видно, это чисто концепт, потому что потом в дальнейшем мы эти прицелы переделываем внутри After Effects. Но это чисто, чтобы нам понимать, как в дальнейшем делать анимацию. Это очень важно. Вот. Тут также вот продемонстрировано, как прицел изменяется из первого режима во второй, чтобы это все можно было регулировать внутри After Effects. В дальнейшем я покажу, как это внутри работает. Вот еще один прицельчик. И тут, короче, всякие вот такие вот прицельчики. После прицельчиков, кроме прицельчиков, у нас также идут и другие элементы пользовательского интерфейса. Вот, например, всякие окошки. Вот тут это окно, допустим, видео, да, то, что мы и делаем в курсе. Потом глаз, профайл, отпечаток пальца, всякие, так, всякие плашки. Еще окошечки, прогресс-бары, линии прогресса и элементы детализации, которые служат для того, чтобы заполнить собой кадр, чтобы он не отмерялся таким пустым, а более таким насыщенным, чтобы как можно больше было деталей. Я их называю детали, такие элементы. Ну и вот, и после того, как мы задизайним все эти элементы, вход пойдет уже After Effects. Там начнется самое интересное во второй главе. Во второй главе мы начнем анимацию. И при том анимацию мы будем делать, начиная вообще с самой простой, ну, скажем, анимация точек, потому что это точки проще всего вот такие вот анимировать, вот такие вот точки. Вплоть до того, что будем делать анимацию текста. Тут тоже есть свои способы, которыми я хотел поделиться. Я ими поделился вот в этом курсе. Вот. Ну и далее анимации прицелов. Вот. Давайте покажу, как они выглядят. Так. Открою. Вот этот вот файлик After Effects. Вот. И давайте, наверное, начнем вот с этого прицела. Парочку прицелов разберу. В начале появления давайте просто посмотрим, как прицел появляется, потому что это тоже происходит, как по мне, достаточно интересно. Я трендерю. Тут здесь надо звук убрать. Вот этот вот. Ой. Ну вот. Такое вот появление прицела. Стрелочки. Все двигается, меняется. Два слоя. Первый слой — это за гридами. Вот такой вот. Ничего особенного. А самое интересное, что я хочу рассказать, это про то, как вообще регулируется этот прицел. В частности, скажем, вот этот вот слайдер, который называется Mode. Он меняет режим от одного в другой. И вот видите, я меняю этот слайдер. И что происходит? Он такой преобразуется в агрессивный стиль. Из обычного состояния в агрессивный. Ну, скажем, прицел захватил какую-то цель и преобразовался вот в такой красный стиль. Вот. Кроме этого, также регулируется задержка. Ну, о ней я расскажу чуть позже. Ну, и цвета. Стандартно, я думаю, у многих из вас, кто часто работает в After Effects, у них многие, ну, часто такое бывает, что цвета регулируются вот здесь вот в эффект контроля. Вот. Это тоже одно из таких важных тем. Но еще, вот, касательно этого delay, задержки, давайте покажу такую штуку. Вот, допустим, прицел у нас появился. Потом там продолжается такая idle анимация. То есть, стрелки вот эти двигаются туда-сюда, влево-вправо. Вот. Но если я, допустим, резко меняю у него позицию, ну, скажем, вверх, допустим, вот сюда, и давайте сделаю резкий скачок в этом месте, вот такой. Давайте посмотрим, как это вообще выглядит. Я думаю, секунды будет многовато. Сделаем где-то половину секунды, чтобы происходило это. И вот видно, как происходит анимация. Вот обратите внимание, во-первых, на вот эти вот оранжевые элементы, похожи на джойстик от PlayStation, вот эти стрелочки. Вот. И они, у них происходит такой, так называемый, постарайс тайм, если вы знакомы с таким эффектом, постарайс тайм в After Effects. Но он применен исключительно для вот этих вот... Сейчас, секундочку. Он применен исключительно для вот этих вот оранжевых элементов. И каждый элемент по отдельности двигается. То есть происходит задержка для каждого из элементов, и вместе с этим иногда происходит постарайс тайм. Такой достаточно интересный эффект получается. И также каждый из группы элементов. Вот мы видим, что тут, скажем, вот эта часть у прицела, потом вот эта. И вот эти, они все двигаются как бы по отдельности. На вот этих элементах самая большая задержка, а на вот этих, наверное, самая маленькая задержка. Вот. И это все мы делаем в курсе экспрессионами. Тут куча-куча-куча экспрессионов. Вот вы видите их. Ну, конечно, там многие из них повторяются, типа linear, там синус, косинус и прочие математические функции. Ничего у них такого суперудивительного нет. Но они берут именно своей массой и гибкостью. За счет того, что вот мы можем, допустим, менять этот же delay. Задержку, скажем, тут было два кадра. Я сделаю десять. И прицел будет также двигаться по позиции, но с еще большей задержкой для каждого из элементов. Вот давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот где-то к середине второй главы в курсе начинаем вот эту тему с тем, чтобы прицелы начинали себя так вести. Ну, конечно, все начинается с маленьких простых точек. У точек все самое такое банальное, но тоже есть свои интересные штуки. Вот, например, если мы возьмем вот эту точку, каждый из элементов этой точки, у него вроде бы анимация одинаковая. Давайте я приближу. Вот у него вроде бы анимация одинаковая у каждого из элементов, но она происходит с задержкой. Вот, допустим, у вот этих вот дуг. Вот, и особенность здесь заключается в том, что я сделал ключи анимации для одного из элементов, а для остальных она автоматически высчитывается, исходя из порядка внутри группы. Скажем, вот центр, вот C1, C2. Это вот один из этих дуг. Вот, и каждый из них, он анимируется с задержкой. Вот, это тоже в курсе. Я рассказываю о том, как это все работает, как это я делаю. Так, а я вот не знаю, я включил, интересно, вот я вот музыку фоновую включил, ее слышно, интересно. Как вообще? Давайте взглянем на чат, что там пишут ребята. Вот, пишут ролик под музыку. Наверное, не про то имеют в виду. Сейчас как раз читаю комментарии в чате. Ваш чат. Ну, в общем, пишите всякие вопросики в чат. Иногда я буду заглядывать. Если что-то не так, тоже пишите в чат, потому что это единственная моя связь с вами, с внешним миром. Вот, я пишу, что есть небольшие фрезы. Я, кстати, об этом предупреждал, что они могут быть, но я включил здесь кнопку записи. Да, я сейчас проверил. Кнопка записи у меня включена, поэтому с фрезами поступим так. Это, конечно, запись сохранится на стриме. Вот я сделаю, чтобы... Эта запись, конечно, сохранится на стриме. Ой, не на стриме, а вконтакте, в группе After Effects в виде записи. Вот такой вот. Но из-за того, что будут фрезы, я, наверное, еще попрошу на VideoSmile, например, загрузить, чтобы там можно было уже посмотреть без фрезов в записи. Вот пока, к сожалению, так. Тут, конечно, в Барнауле не самый крутой в мире интернет. Ну, бывает. Вот, поэтому работаем с тем, что есть, к сожалению. Так, ну, давайте двигаться дальше. Еще я хотел рассказать про прицел номер один, который у меня... Хоть и называется номер один, но этот прицел номер один, мы его делаем в самом конце курса. А давайте, кстати, я покажу отрывок. У меня тут где-то сохранен отрывок из... А, вот мы можем прямо на сайте посмотреть. Отрывок из... Где как раз-таки мы заканчиваем делать этот прицел. Но это хоть и первый называется, но мы его в конце делаем. Ну, только надо для этого музыку выключить фоновую. Вот. Пускай просто берется здесь... О, да, я наконец-то разобрался, как включать звук в OBS. Я прошу прощения, просто в первый раз вообще OBS включаю. Давайте посмотрим еще раз, но со звуком. Мы закончили. Осталась вообще самая последняя. Это у нас боковая линейка, в которой мы сделаем Scale и Offset динамическими, в зависимости от прицела. Scale будет зависеть от режима Mode. Также обязательно добавляем структуру Track Edge. Пускай просто берется здесь слайдер Mode от 0 до 100. То есть происходит изменение режима и вместе с этим меняется Scale. А вот Offset будет меняться относительно позиции. Берем среднее значение между X и Y. X плюс Y разделить на 2. Пускай меняется, например, от 500 до 1500. И в конце приходит к тому, чтобы Offset был от минус 100 до плюс 100. Включаем все слои и смотрим финальную анимацию. Ну, просто шикарная анимация. Я уже называл один из прицелов в этом курсе своим любимым, но, пожалуй, этот побил все рекорды. Мы с вами закончили последний прицел. Вместе с этим прицелом мы также заканчиваем второй этап курса. Делайте домашнее задание и погнали к следующему этапу. Кстати, хочу напомнить насчет домашних заданий. Я уже где-то говорил, но, скорее всего, многие, кто смотрит, допустим, стрим, не знают. К сожалению, некоторые уроки открываются только после прохождения домашних заданий. То есть, допустим, сейчас в главу 2 попало только 2 человека из 120. То есть, имейте в виду, что уроки, не сказать, что прям суперсложные. Вначале, допустим, нам нужно в иллюстраторе забабахать эти прицельчики. Можно даже и не иллюстратор использовать, а, допустим, кто-то фигму использует, кто-то Coral Draw, да что угодно. Тут важно, что мы концепт именно фигачим. Потом этот концепт импортируем в After Effects. Вот у меня здесь даже есть эти импортированные слои. И заново уже в After Effects переделываем все, потому что необходимо учитывать, как вообще это будет анимироваться. Вот, поэтому это чисто концепт. Но важно иметь на руках концепт своих собственных прицелов и элементов интерфейса, чтобы в итоге у нас получилась у вас собственная своя уникальная анимация для именно ваших прицелов. И это очень важно. Я не хочу, чтобы каждая из работ участников была похожа друг на друга. Я хочу, чтобы на выходе были просто шикарнейшие какие-то у людей прицелы. И сейчас я вижу, что у ребят есть очень крутые прицелы. Ну, давайте вернемся к... Я чуть-чуть съехал с темы к просмотру этого прицела. И теперь я наконец-то могу включить фоновую музыку. Я изначально хотел это сделать. Изначально она была включена, но, к сожалению, в начале музыки музыка была не включена. Но вот сейчас работать должна. Так, вернемся к этому прицелу. Здесь, так же, как и в предыдущем прицеле, есть задержка для смещения. Вот такая. Там в чате напишите, если музыка громко. Если меня плохо слышно в соотношении с музыкой, то скажите, я сделаю чуть-чуть потише. Вот. Прицел двигается вверх. Происходит такая же задержка. Но здесь не просто происходит задержка, но и также каждый из элементов, он смещается относительно центра экрана. То есть высчитывается, насколько каждый из элементов далеко находится от центра. Вернее, насколько весь прицел находится далеко от центра. И настолько же происходит обратное смещение. То есть каждый из элементов стремится как бы к центру. Из-за счета этого получается вот такая вот смещенность, если мы подвигаемся к краю экрана. Вот. Тоже здесь есть mode. Вот этот вот mode. Можно посмотреть, как он преобразуется. И в этом прицеле я сразу похвастаюсь чуть-чуть. Ну как, похвастаюсь, порадуюсь вместе с вами тому, как вот эта вот стрелка преобразуется. Она преобразуется в сердечко. Вот такое вот. И получается что-то похожее на личико. Особенно если включить дополнительные элементы. Вот. У нас есть здесь дополнительные элементы. Получается вот такое вот азиатское личико. Люблю всякие такие штуки в анимацию включать. Вот. И здесь решил тоже побаловаться, так сказать. Вот. Дальше у нас... Про mode я рассказал. И хочу еще рассказать про отзывчивость некоторых элементов как раз-таки при изменении этого mode. Вот скажем... Видите вот эту вот линейку слева? Если я кручу mode, вот так вот, то почему-то ничего не происходит. А почему ничего не происходит? Он просто, наверное, подтормаживает. Да, этот прицел достаточно сложный. Видимо, еще из-за того, что стрим включен, он прям дико подтормаживает. Но вот я включил adaptive resolution. Для тех, кто не знает, вот здесь есть кнопочка adaptive resolution. Без него не происходит перехода в health, zert и quarter. А с ним, если сцена тормозящая, то происходит переход вот в такое пиксельное сжатие. Здесь это нам помогает. Ну вот. В общем, при изменении mode эта линейка, она увеличивается. При том, видите, здесь текстовые слои. Это каждый отдельный текстовый слой. Вот их тут просто куча. И каждый из них реагирует на вот этот вот слайдер соответствующим образом. А тут еще есть линейка справа. Это нельзя просто взять и отразить, грубо говоря, вот эту часть, потому что здесь цифры. Вот. И поэтому вот так это все сложно выглядит. Но на самом деле, если упростить, на детали разбить, то там не так все сложно. И что еще здесь я хочу сказать. Вот если мы посмотрим, скажем, на название вот этих слоев, то они не просто так здесь называются. Это вот n минус 4, n минус 3, n плюс 0 и так далее. Это цифра. Она тоже от нее что-то дозависит. Если я, допустим, здесь меняю ln плюс 4, то эта цифра становится в четвертую позицию. Вот здесь как бы в линейке есть, грубо говоря, 0. Есть позиция в минус, которая уходит. Есть позиция, которая в плюс уходит. Вот. Это плюс, скажем. А вот это, скажем, минус. Вот. И вот этим плюсиком, во-первых, я обозначаю, она будет сверху или снизу. Если минус, соответственно, снизу, если плюс, сверху. А цифрами я обозначаю позицию на линейке. Вот. И в самих экспрессионах берется, скажем, название текстового слоя. Разбивается здесь, определяется плюсик, определяется цифра. В общем, такие вот заморочки. Просто интересно. Тут тоже было рассказать про вот такие разные фишки внутри After Effects. И тоже я об этом в курсе рассказываю, что такие возможности есть. Конечно, в жизни они редко пригождаются, но знать, я считаю, о них нужно. Вот. Насчет отзывчивости, наверное, все. Так же само собой понятно, что каждый из этих цифр, они, убираясь вот туда за пределы опасения, они уменьшаются. Так же размерчик уменьшаются. Ну и появление, соответственно, происходит тоже поочередно, по-моему, каждый из них. Да, появляется каждый из них поочередно. Давайте почитаем комментарии, чат. Музыки практически не слышно. Отлично, отлично. Вот. Вот тут спрашивают, для чего этот прицел нужен. Вот я буду рассказывать как раз-таки, для чего это все нужно. Это у меня... Вот сейчас я расскажу еще про шурешки, вообще, что такое шурешки, и дальше мы перейдем к актуальности. У меня план тут такой. В общем, не забывайте про то, что у нас есть чат. Пишите в чат. Я чат время от времени читаю. Давайте продолжать, раз вопросов в чате никаких нету особых, будем двигаться дальше. Насчет шурешек. Меня немножечко... Ну, не то, что прям меня, ни одного меня, но некоторых бомбит, но я как-то с этим справляюсь. Ну, хоть... Хотя, что греха таит, тоже мне немножечко подбомбливает, так сказать, по поводу названия это шурешками. С какой-то... В какой-то степени это так, но давайте вообще разберемся в этимологии слова шурешки, откуда это возникло. Вот. Я еще помню, в году 2010, где-то в лайв-журнале увидел такое понятие, как шурешки. И увидел связь их с студией N3. Тоже сейчас вот к этому мы перейдем. Если мы ведем в гугле шурешки ЖЖ, а я, насколько я помню, это все вышло из живого журнала тогда, а ВКонтакте, по-моему, даже особо не было, или не было развит он, в общем. И тут отличное далее описание. Грубо говоря, это высокотехнологический мусор, по большему счету бессмысленная фигня, но красивая какая, особенно, когда все это двигается и крутится перед мордой какого-нибудь Роберта Дауни младшего. Ну, кстати, вот тут насчет этого я не соглашусь, что это шурешки. Сейчас мы разберем вообще отличия шурешек от всего остального. Хотя я не против того, чтобы это шурешками называли, но нужно понимать, откуда это все возникло. Вот. Слово шурешки тоже я не помню, где это прочитал, тоже на каком-то ЖЖ топике. Можете пошерстеть именно вот по гуглу, если ведете шурешки и ЖЖ, там где-то будет информация о том, что это понятие вообще вышло от так, от некого Ильина с НТВ еще в 2000-х, на начале 2000-х. В то время, если вы помните всякие НТВ-шные каналы, новостные каналы, фигачили оформление, и на этом оформлении были разные интересные фоновые элементы. Вот, скажем, я зашел на сайт N3 Studio, распространителя так называемых шурешек, вот, и сейчас я подкрою и посмотрим, как вообще шурешки выглядят. Ну вот, по сути, вот такие разные элементы, которые просто есть на фоне, их как бы не призывают читать, они просто для украшательства, то есть они не несут особо никакой информации, вот, они просто для заполнения кадра, вот то, что я у себя в курсе называю детализацией, то есть есть какие-то детали, они вот в себе не несут никакую информацию, это просто вот чисто для заполнения кадра, вот, и здесь тоже такие штуки у них постоянно используются, и заметьте, это очень распространено на постсоветском пространстве, все эти шурешки за рубежом, никто так, во-первых, не называет, такое слово никто не знает, все знают только HUD UI, ну, максимум Sky-Fi и вот FUI Futuristic User Interface, вот, а у нас это называют шурешками, вот, вот опять же тут куча-куча разных элементов, понятно, что они не несут за собой никакой информации, и если мы бы посмотрели этот кадр без шурешек, ну, был бы просто мост, а тут, а тут мост не простой, а высокотехнологичный, видно, что это не хухры-мухры, вот, а что-то такое серьезное, вот, это, это прям вот, это каноничные такие-то, так сказать, шурешки, если же мы вернемся к HUD UI, HUD UI у нас больше другого плана, у HUD UI больше именно акцент на исполнение, ну, на, у него есть сцен, у HUD UI есть сценарная, так сказать, причина жить, вот, они существуют не просто для заполнения кадра, а для того, чтобы показать, показать какую-то информацию, вот, допустим, я сейчас открою какой-нибудь пример из из тех, что мы разбирали в курсе, вот, скажем, прицельчики, вот, здесь это часть сценарного хода, то есть этот прицел, он нужен не просто так, то есть без него просто сценарий не будет работать, и каждый из этих прицелов, он что-то о себе, ну, какую-то информацию за собой несет или передает зрителю, вот, то есть тоже такая своеобразная связь с зрителем, или вот окошко вылазит, ну, например, это же не шурешки, это, по сути, просто интерфейс, окошки нужны, чтобы показать нам, что потерялось некое соединение, понятно, что они никто не будет вот так вот останавливать и вдаваться читать в каждую надпись, и в таком контексте это, в принципе, можно назвать шурешками, но, опять же, нужно, я считаю, понимать каноничное определение этого слова, вот, и то, что у нас называют, это, то, что за рубежом, это называют хат и юай, или вот, допустим, из робокопа кадр, здесь происходит сканирование, исключительно, здесь каждый элемент что-то рассказывает, какую-то информацию, сердечный ритм, дыхание, давление в крови, просто какое-то там давление, или как это переводится, эмоциональное окраска, я не знаю, как сказать, в общем, эмоциональное такое восприятие того, что робокоп здесь пытается понять в лице этого человека, это все необходимо для того, чтобы рассказать зрителю какую-то информацию, вот, то есть, по сути, отличие шурешек от хат и юай, это вот именно то, что хат и юай имеют под собой какую-то сценарную подоплеку, так, звук уберем, ну вот, во многих разных фильмах часто вот эти хат и юай рассказывают какую-то историю, вот, допустим, человек включает планшеты, на планшете нужно, чтобы показывался какой-то интерфейс, понятное дело, там не будут брать какие-то виндовские интерфейсы, или маковские интерфейсы, а вот будут выдумывать какие-то свои интерфейсы, тем более, если речь идет о будущем, вот, и это именно хат и юай, вот, надеюсь, здесь все понятно, но, опять же, я скажу, что я не против, если это будут называть шурешками, мне кажется, уже граница между ними настолько смешалась между хат и юай и шурешками в постсоветском пространстве, что это не столь страстно, на самом деле, очень часто бывает такое, что слова теряют свое каноничное значение, и это нормально, абсолютно. вот, про шурешки я рассказал, давайте теперь еще раз приду в чат и посмотрю комментарии, вот, очень похоже на Squared от юай, если Тимур, если если я проходил курс эшторп, то стоит проходить такое, да, я видел курс эшторп, очень выглядит, конечно, круто, эшторп это, само собой, гигант, просто в области хат юай, его я, про него я рассказывал в курсе, вот, там, в первой главе, когда мы разбираем референс и учимся по ним работать, я, в общем, разбирал эшторпа как одного из метров анимации, кстати, вот, да, здесь есть в ссылке описание, сейчас вот включу эту пласточку, что ссылка в описании, вот она ссылка на курс в описании, и вот в описании у нас также есть вводный урок из курса, и там я рассказываю про эшторп, но вопрос был в другом, у эшторпа, да, крутой курс, но там именно нет такого, как в этом курсе, от начала и до конца производства, и это, конечно, я думаю, стоит вообще посмотреть такие курсы, но вот в том курсе, что у меня, тут, конечно, прямо, ну, чисто от нуля, и от аду я, именно, вот, производства хату и ая, то, что я увидел эшторпа, там он, по-моему, брал готовый, ну, в смысле, он уже задизайнил, у него уже что-то было готово, и он с этим готовым уже работал, притом, какие-то элементы он показывал, именно, видимо, нюансы производства хату и ай какие-то, но такого вот процесса, от начала и до конца, как здесь, конечно, насколько я знаю, у него не было, вот, а здесь на выходе у вас получится куча разных хату и ай элементов, кстати, я вот показал прицелы, а не показал, как окна работают, а хотел, кстати, показать, давайте все-таки вернусь к этому и покажу, как в курсе у меня выглядят окошки, потому что прицелы, это не все, что в курсе есть, а может показаться, что это так, вот, при том, прицелы мы во второй главе рассматриваем, а в третьей главе мы уже рассматриваем окошки, кроме окошек, у нас еще есть вот такие вот теги, это в России называется плашки, плашки, вот такие вот плашки, каждую из этих плашек я дел, какие плашка, которые появляются, вот у меня время от времени, ссылка на курс в описании, это одна из этих плашек, вот эта плашка, и у каждой из плашек тоже есть свои слайдеры, вот допустим, есть слайдеры для ширины, для высоты стандартные, мерджи, как в веб-разработке, есть пэддинг, мерджи и сеперейтер, это разница между вот этой линией, ну, в общем, они очень-очень-очень круто кастатомизируются, и все это мы разбираем в курсе, потом, это бонусный элемент, его вообще в самом конце курса разбираем перед финальной главой, а финальная глава у нас чисто такая бонусная, там мы разбираем промо к этому курсу, который вы видели в начале стрима, вот, окно с кодом, давайте я рендер поставлю, что тут мы посмотрели, ну, вот, такое появление, самое крутое, это, конечно, появление городов, тоже, там прям мы в курсе писали, короче, скрипт для того, чтобы эти города автоматически расположить в композиции, чтобы не заморачиваться, не вручную это все располагать, а скрипт сам берет файл таблицы с информацией о городах и из этой таблицы фигачит, из обычной такой CSV таблицы фигачит АЕшную таблицу внутри АЕ, ну, я все рендерить не буду, чтобы это время не занимало, вот так, хотя бы посмотрим, вот загрузка базы данных, вот, и все, это можно использовать вообще где угодно, но мы к этому еще вернемся, как вообще-то такие штуки используются, вот, часть деталей, давайте я вам уже отрендеренные покажу, отрендеренные, да, вот, это вторая глава, это прицельчики, прицельчики вы видели, и вот, собственно говоря, элементы интерфейсов, и, вот, скажем, если мы возьмем окошки, какие тут у нас есть окошки, вот, допустим, шаблон для окошка, мы в одном из уроков фигачим, а потом уже из него делаем разнообразное количество разных окон, вот, допустим, здесь есть такой контроль, как animated offset, и он отвечает, откуда вообще прицел относительно центра будет, ой, прицел, откуда вообще окно относительно центра будет появляться, и тут выставляется значение, вот, минус 100, плюс 100 для x, если 100, то у нас как бы идет, так, а что меняется у нас, я просто давно уже делал этот курс, и надо сейчас повспоминать, что вообще меняется, а, ну вот, типа, если я делаю animated offset по y 100, то с нижнего края происходит появление, если минус 100, то, соответственно, с верхнего края, если минус 100 и минус 100, то с левого верхнего, вот, это тоже удобно, а можно еще выходить за границы этих минус 100, очень часто можно видеть в каких-то фильмах, когда окошко откуда-то там с краю вылазит и вот так вот раскрывается, это тоже я учел при создании окошка, вот еще окошко, это чуть-чуть другого плана, и вот, допустим, окошко с профилем, у которого меняются размеры, или, скажем, если мы возьмем frame, вот frame, у frame тоже можно, соответственно, менять размер и уголочек, вот, и по сути, по сути можно вообще до неузнаваемости изменить каждое окно под любые нужны, ну вот в этом как раз-таки я считаю одна из преимуществ тех элементов, которые мы делаем в курсе, вот, но вернемся к вопросу актуальности, ну, почитаем про почитаем комментарии, да, комментариев не так много, но сколько есть, столько есть, про использование, использовать мы можем эти все элементы в разном на самом деле от игр, давайте начнем с игр вообще, в играх, где это используется, вот, например, у нас есть гайд по UI интерфейсам для Unreal, вы знаете, что есть очень много игр, особенно в последнее время, в которых очень много Sky-Fi интерфейсов и этих же самых прицелов, не все можно сделать прямо в Unreal, и я связывался с человеком, который в Gigaim Dev, сам я никогда не работал и никогда не был связан с Gigaim Dev, я вообще в игры особо не играю, поэтому мне пришлось поспрашивать человека, вот, и он мне рассказал, что очень часто фига отчет прицелы или прочие элементы интерфейсов в AE и потом импортирует в Unreal, и как это происходит, вот, допустим, урок, что вот, допустим, в Unreal, какой-то элемент крутится, и этот элемент он импортируется из After Effects, и тут он рассказывает, как это можно реализовать, вот он тут делает этот элемент в After Effects, и представьте, если вы возьмете вот этот вот элемент какой-нибудь и импортируете его в Unreal, скажем, еще, чтобы в VR-очках это все было, где-то там в Bulk, чтобы, скажем, Optics Compensation, ну, я не знаю, как это работает внутри Unreal, но я видел, как это реализует, а значит, это как-то можно реализовать, допустим, Optics Compensation какой-нибудь, ой, я сейчас, наверное, не смогу это сделать, прям сильно тормозит все, ну, ладно, вы знаете, как работает Optics Compensation, что я вам показываю, просто, вот, из квадрата делает вот такую вот штуку, и когда мы в VR-очках смотрим, то это все очень эпично выглядит, еще если звуков туда добавить, а ведь и всего такого, ну, вот, скажем, давайте посмотрим на интерфейсы в Death Stranding, это вообще просто чума, и это как раз-таки похоже на то, что мы фигачим в курсе, вот, скажем, окошко, обычное окошко, которое мы анимировали в курсе, вот, похоже, тут тоже такие же элементы прокрутки, есть линии прогресса, тоже мы линии прогресса затрагивали в UI, вот, линии прогресса, вот, это самая крутая линия прогресса вдохновленная Человеком-пауком, вот, и, и, соответственно, прикиньте, это все, если перенести в Unreal, это как круто будет выглядеть, вообще, вот, ну, собственно говоря, в Death Stranding, например, я почти уверен, что примерно так и сделали, конечно, я не могу быть в этом уверен полностью, но, я подозреваю, что именно так и было, по крайней мере, как концепты, как минимум, вполне могли фигачить в VE, вот, или вот, допустим, прицельчик, по сути, это же прицельчик, очень часто прицелы, точки используются, которые мы вот здесь вот делаем, для обозначения каких-то точек на карте, вот, это Death Stranding, или вспомним хотя бы такую игру, как Density, Density 1 и Density 2, тоже сейчас UI ведем, посмотрим, как это в UI выглядит, тоже тут окошечки разные, все это, естественно, обычно внутри игры, анимируется, вот, вот, точки у нас разные, я не знаю, в эту игру никогда не играл, но, я просто, когда смотрю на какие-то такие статические картинки, я уже вижу, как это примерно анимируется, ну, типа там, круг, он дышит, увеличивается, уменьшается, тут какая-нибудь линия может прокручиваться, цифра, как-то меняться с гличами какими-то, или просто opacity резко меняться, вот, или вот еще, тоже, это как таблица, которую мы тоже фигачили в курсе, таблицу, ну, вы видели, вот эта таблица с городами, похоже, по составу, по крайней мере, и понимая, как мы зафигачили эту таблицу, можно зафигачить и другую, любую, вот, вот еще в dnc2 чуть-чуть отличаются элементы, но тоже прицелы вообще постоянная такая тема для любых игр, потому что игрокам нужно целиться, игрокам нужно, чтобы какие-то точки возникали где-то там для обозначения, куда нужно проходить внутри миссии, вот, вот, смотрите, какая крутая штука, я прям ее увеличу сейчас, вон она, вот этот вот элемент, прям чума, вот, подсказали мне тут еще, что в спайдермене в последнем, по-моему, это вот так вот он называется, там тоже крутое UI, надо смотреть вот так вот UI, что-то особо ничего не показывает, давайте посмотрим на арт-стейс, может, кто-то запостил из разработчиков, по такому запросу посмотрим, UI, не особо ничего нету, а если просто спайдермен UI, в общем, если кто-то найдет картинки с тем, как UI в спайдермен выглядит, то присылайте, а вообще, мы же можем посмотреть гаймплей, как там называется, спайдермен, Майлес Моралес, геймплей, надо посмотреть именно, тут что-то особо никаких интерфейсов нету, соврали что ли мне, что там есть какие-то UI, хотя вот, кажется, что там все минимальное, о, я еще вот вспомнил, что в Division есть тоже UI, давайте посмотрим, какой там есть UI, так, здесь пока ничего не же, ну, где-то будет миссия, само собой, да, вот такие подсказки, какую кнопку нажимать, тут выезжает вот окошко, там прицельчики возникают, вот, окошко, можно обратить внимание, как оно появляется, к сожалению, покадрово в YouTube, у меня нет никаких плагинов, чтобы посмотреть, как это происходит, но, вот, произошел какой-то глич, линии пролетели и появился элемент, вот, пожалуйста, вам использование того, что вы, от того, чему, чему вы научитесь в курсе, и эта профессия называется, если мне не изменяет память и мои источники, то эта профессия называется UI артист, UI UX, наверное, да, UI UX артист в геймдеве, и вот, скажем, в Москве, банально в Москве посмотрим, хотя я сейчас за то, чтобы работать на фрилансе, и это позволит вам с любой точкой мира работать, но вот есть и в России, и в Москве, где, где, где нужны UI UX специалисты, ну, понятно, что вначале вы вряд ли сможете прям топовые зарплаты поднимать, после прохождения курса, так не бывает, что вы прошли курс, и сразу у вас есть, и сразу вы получили опыт, там, конечно, есть квинтэссенция всего опыта, который я вам мог дать максимально, все, что я мог максимально дать, я выдал в этот курс, но вам тоже нужно постараться и все равно каких-то шишек понабраться в реальных проектах, и потом спустя какое-то время вы, если вы влюбитесь в эту тему так же, как влюблен в нее я, то вы вполне можете очень высокие загорлаты поднимать на таких профессий, как UX, UI артист, вот, для игр, например, вот, давайте посмотрим в том Clancy Division, там тоже какие-то говорят крутые, есть UI, надо вот так вот искать UI, вот они, вот уж красота просто, тут и таблица вам, и окошечки, очень круто смотрится, прицелы, ну, все стандартно, то есть, о, радар, радар мы, кстати, в курсе не фигачили, это, если меня смотрят студенты, и там будет задание разработать кастомный элемент, вот вам идея забабахать радар, почему нет, вот, много разных элементов, и при том, это ведь не шурешки, это UI, именно UI, который рассказывает, который необходим игроку, чтобы понимать, что, что сейчас происходит, это информация, которая ему нужна, она просто красиво оформлена, вот, ну, да, короче, Tom Clancy, конечно, у них очень крутой UI, ну, тут еще есть некоторые игры, типа Star Wars, Overwatch, Detroit, вот, которые мне подсказали, что там очень крутой UI, я предлагаю, по всем им не пробегаться, потому что это может затянуться, и просто может быть скучно для зрителей, вот, поэтому давайте в чат напишите, какие еще игры знаете, в которых есть крутой UI, вот, в общем, забросьте игры, которые вы считаете, в которых очень крутой UI, по вашему мнению, и желательно в последних вышеших играх, потому что я, к сожалению, в игры не играю, это мое упущение, просто времени мне не хватает, я бы хотел, конечно, к сожалению, никак не получается, вот, но уверен, что вы играете, и поэтому напишите, где крутой есть HUD UI, вот, дальше фильмы, я уже показывал отчасти какие-то фильмы, и в курсе я разбираю именно фильмы и сериалы, в которых используются HUD и UI, но давайте я вот сейчас вкратце пробегусь по ним, так, мне надо сейчас пробраться, где у меня находятся сами эти записи, вот, у меня тут внизу просто это окно Explorer, если вы пользователи Windows, то Explorer, если пользователи Mac, то Mac, то Finder, вот, игры, вернее, фильмы, фильмы Avengers, Мстители, пожалуйста, вам, UI, HUD UI, информационный HUD UI, используются какие-то элементы, вот, очень часто используются именно за место операционных систем, которые существуют, чтобы не использовать операционные системы, существующие, люди выдумывают операционные системы и делают для них кастомное оформление, вот, вот, то, что о том, о чем я говорил, что здесь окно, оно слева направо, вот так вот выезжает, а потом вниз, вот так вот расширяется, и я тоже, когда я делал то окно, вдохновлялся, этим и рассказывал на курсе, как это все можно сделать. Так, другие фильмы есть, Капитан Америка, вот, еще такой вот Капитан Америка есть, Зимний солдат, да, опять, опять, вместо обычных интерфейсов на компьютерах, вот, мы видим прогресс линии, вот какие-то еще кастомные элементы, для тех, кто ждет бонусной части, я сам ее честно жду, когда мы начнем фигачить какой-нибудь элемент прямо в стриме, в прямом эфире, вот, и мы скоро на самом деле начнем, сейчас мы пройдемся по фильмам и сериалам, потом я расскажу еще, где можно использовать там последние два пункта, вот, и потом уже перейдем непосредственно к созданию элементов, я еще не знаю, какие они будут, но, я думаю, мы разберемся по ходу, то есть, я не подготавливал никакой дизайн, заранее все это мы сделаем в реальном времени, так, ну вот, фильмы, еще, в сериалах очень часто используются, я помню, был такой сериал, еще в то время, когда я мог себе позволить часто смотреть сериалы, сериал, даже уже забыл название, как он называется, сейчас попробую найти сериал, континуум, континуум, шикарнейший просто хат-юай в континуум, вот, вот, прицельчики всякие, инопланетные, окошечки, вот это все континуум, ну, в общем, понятно, да, что можно использовать в фильмах, в сериалах, в играх, и еще можно делать это в обучающих материалах, у меня была вообще такая идея, но я, честно говоря, не видел особо такой вот именно реализации, но у меня есть своя мечта, чтобы показать какой-то обучающий материал в стиле хат-юай, ну, допустим, учитель рассказывает о математике, там, какой-нибудь математической функции, или там, не знаю, об синусе, о косинусе, и вместо того, чтобы рисовать на доске вот этот синус или косинус неумело, как он может, он же не художник, вот, вместо этого возникает такой хат-юай, то есть интерфейс с этим синусом, косинусом, и он демонстрирует информацию, вот, у меня есть такая мечта, и я ее отчасти исполнил, потому что у меня был заказ на оформление курса по медитации, вот, курс по медитации на много уроков, и там я сделал именно оформление в стиле хат-юай, и вот сейчас вам покажу, вот, допустим, ну, сейчас я покажу, как это на прозрачном фоне выглядит у меня, а потом отдельно как это встроило, встраивалось в само видео, вот, допустим, что такое медитация, тут расписывается, допустим, человек здесь рассказывает, что такое медитация, и на фоне возникает вот такая вот анимация, потом просто какая-то дополнительная информация, что обычно любит писать на доске учителя, вот, или как происходит дыхание, например, у человека, вот, тоже такая, я считаю, очень интересная реализация для того, чтобы демонстрировать, как что-то работает, это очень круто, чем как-то еще пытаться объяснять, вот, и у меня, я надеюсь, когда-нибудь эта мечта сбудется в том, чтобы показать действительно какой-то обучающий материал, не связанный с анимацией или там с компьютерами, чтобы показать, как, ну, чтобы показать вот эти вот знания, продемонстрировать, как что-то работает, и вот давайте покажу, как это смотрелось внутри видео вместе с человеком, вот, скажем, позы для медитации, вот, показывается, это же круто, когда ты смотришь на видео, и тебе, и не просто слушаешь человека, что он тебе рассказывает, а ты еще и видишь, как нужно именно сесть в медитацию, что нужно вот эту ногу над этой расположить, это лучше, чем человек тебе покажет, где-то там ты можешь не увидеть, а тут вон какие-то прозрачные элементы есть, что вот эта нога видно, что под этой, еще подписи разные, и это тоже такой футуристичный хат и юарит, конечно, возможно, это не супер в тему для медитации именно, но все-таки я считаю, что это супер информативно, вот, или вот это вот очень круто, я считаю, вот, что язык в медитации, тут объясняется, что язык в медитации нужно подворачивать, вот так вот, и я это изобразил, как это происходит, вот, потому что, ну, как ты объяснишь вот такую тему, без вот показа такой информации, ну, это же вообще чума просто, вот, и тут я тоже себе отметил, а, ну, вот, как происходит дыхание, что дыхание разделено на три части, типа ключичное, грудное и диафрагмальное, и тут показывается, если мы дышим ключичным, как, как что происходит, сколько кислорода набирается, если мы грудным дыханием, сколько кислорода, типа уже больше, диафрагмальным еще больше, вот, живот расширяется, видно, вот, учитель в то же время это демонстрирует, конечно, но это, вот, когда есть еще такая информация, это же вообще просто, вау, вот, и результатирующее такое, что самый лучший вид дыхания, это называется полное йоговское дыхание, когда мы вначале живот наполняем, потом грудь и ключицы, вот, и вот так это происходит, тоже, хат, UI, все, это по, вот, почти всему, и последний, наверное, момент, который бы я хотел рассказать, честно говоря, я перед курсом, ой, перед стримом не мониторил, ну, давайте сейчас промониторим, еще тем более, в комментариях, к, анонсу, этой записи, кто-то расписал, кто-то написал, прорекламировать его курс, ой, не курс, а элементы какие-то, давайте я это сделаю, записи сообщества, нет, наверное, там, ну, блин, короче, я не найду, к сожалению, если Саса Танцура, ты смотришь этот стрим, то, прости меня, я не могу найти твою ссылку, я не хочу заходить к себе там в сообщения ВКонтакте, не хочу их палить, это как бы, ну, личную переписку как-то не очень хочется палить, вот, и комментарии в том числе свои, ну, типа, свои комментарии мне не страшно, ну, просто зачем личную переписку палить, вот, видео хайф, я хотел рассказать про шаблоны, что, я думаю, что это до сих пор актуально для шаблонов, несмотря на то, что сейчас очень много здесь хат и юай, вот, но, тем не менее, они, именно хороший хат юай, неплохо, а, вот, кстати, товарищ танцура рассказал прорекламировать его вот этот вот пак, честно, я ничего не знаю про него, чтобы его рекламировать, ничего, но вы можете посмотреть, изучать там что-то типа того, чтобы генерировать собственный хат юай, не знаю, как это работает, вообще, даже примерно не представляю, вот, но, тем не менее, вот, есть такой пак, всего за 50 баксов, вообще, я считаю, что ни о чем, вот, или вот, элементы, тоже прицельчики, и все это тепло продается, и, кроме того, когда вы закончите этот курс, а там такие, да, домашние задания, что, пока вы их все не зафигачите, вы не посмотрите весь курс, вот, у вас в конце будут, вот разные такие элементы, и, по сути, вот это вот, это готовый шаблон для VideoHive, потому что на VideoHive фид, ценятся вот такие штуки, которые можно управлять, церей, о которых я тоже в расчет это брал, когда записывал курс, чтобы можно было вот эти все параметры изменять для того, чтобы кастомизировать именно покупателю на VideoHive, вот, и я думаю, если вы зафигачите вот такие элементы, это такой пак, то он по сравнению со многими, которые здесь есть, а многие здесь не регулируются, не кастомизируются, так как кастомизируются вот эти, я, конечно, не могу отвечать на 100%, но мне думается, что именно так и есть, что, ну, по крайней мере, я там видел какие-то вроде бы крутые хат-юай элементы, их смотришь в итоге, а это получается, что у них какие-то там пререндеры есть, уже отрендеренные части элементов, и они просто как-то изменяют, изменяют цвет, могут изменять цвет, ну, и размеры, просто линейно, так сказать, вот, такой универсализации я, я лично не встречал, если вы зафигачите набор, и набор этот выставите на продажу, вот, и укажете это, то это будет прям конкурентным преимуществом, и я уверен, если вы нормально все зафигачите, у вас будет неплохо так продаж, и этот проект вас будет очень долго кормить, к примеру, я в году, наверное, в 2008 запостил на VideoHive парочку, тройку разных проектов, вот, скрипты там еще были, ну, они меня до сих пор кормят, не то чтобы прям сильно, но там какую-то небольшую сумму в месяц я от них имею, вот, а с учетом того, что рубль постоянно падает, вот, это достаточно неплохо, живя в России, иметь какой-то такой пассивный доход, вот, еще один, пожалуйста, пример для использования HUD UI, так, ну что, давайте приступим именно к созданию, сколько интересно вообще уже, стрим у нас длится, приступим к созданию HUD и UI элементов, но мне надо попасть в трансляцию, чтобы прочитать ваши комментарии, вот, да, Call of Duty, Black Ops, я про них рассказывал, про них я рассказывал, про Call of Duty в самом курсе, в начале еще вот есть это вводное видео, вводный урок, я прошу вас, посмотрите его, потому что там есть все эти штуки, вот, я про это рассказывал, будет ли доступен проект промо-курса, бонусом нет, я вообще не хочу отдавать никакие проекты, не потому что я жадный, я просто не хочу, чтобы вы пользовались чем-то чудожим, я хочу, чтобы у вас был именно ваша уникальная, уникальные какие-то штуки, которые именно вы разработали, да, да, это же круто, когда у вас есть проект, в котором вы все полностью фигачили сами, вот, что насчет синьки, там синька вообще не используется, в курсе, я про нее не рассказываю, преимущество анимации с expression, ну, это универсально, можно импортировать из другого проекта, и импортировать из другого проекта эти же самые элементы, изменить их, и это удобно, я, допустим, очень часто сейчас использую вот такие вот плашечки, это же круто, вот, быстренько я сегодня за день буквально там за пару часов, может быть, даже меньше, просто сделал оформление для этого стрима, и теперь могу, кстати, я давно уже не включал такую штуку в OBS, могу делать вот такие плашечки сейчас, просто быстренько это сделал, не потратив особо много времени, потому что у меня уже все готовое было, вот, вот такие дела, что, давайте, наверное, поразрабатываем что-то, пофигачим что-то свое, но для этого надо какие-то референсы посмотреть, какие есть по HUD и UI, и, наверное, музочку сменить, сейчас посмотрю, как там список музыки, которая, так сказать, годная для просмотра, и вот, скажем, возьму вот такое, хочу вот такой трек, это, Muberth, хотел бы его чуть-чуть прорекламировать, потому что я его люблю и давно использую, Muberth, это генератор музыки, то есть, это бот, который ее генерирует из каких-то там сэмплов, вот, и это очень круто именно для стримов, для каких-то видеоблогов, потому что можно в YouTube загрузить, и все будет в порядке, вот, так, нам нужны какие-то референсы, идем на ArtStation, вообще, никогда не искал референсы на ArtStation, но мне товарищ один подстал, что там очень много хат UI, я действительно загуглил, просто UI вводим, и там просто чума, да, интернет, конечно, не самый лучший, сейчас, пока происходит стрим, вот, это просто же кайф, такой вот прицельчик, или вот это, вот это, кстати, прицел мы используем в курсе, как референс, за референс, тут вот этот прицельчик, ну, просто я рассказываю о том, что есть вот такие вот виды, это не то, что там под референсами я подражаю, не то, что мы копируем один какой-то элемент, а то, что мы смотрим суть, допустим, видим в этом прицеле, что здесь используется вот такая вот техника, то есть есть закругление и вот такие вот отростки, и это используем, там уже могут быть какие-то вариации, вот как здесь, закругление, например, это и в других можно увидеть прицелах, вот, просто мы захватываем эту суть в курсе, вот, и пытаемся сделать свою, и музыка почему-то прекратилась, такое бывает иногда на муберте, давайте еще раз включу, тишина, вот, еще UI классный, в общем, это тоже часть работы, нужно вначале нам вдохновиться какими-то элементами и попробовать воссоздать свой элемент, какие-то смотреть крутые, вот, вот многоугольнички, многоугольнички очень часто используются в HAT UI, давайте, наверное, откроем уже иллюстратор, я предпочитаю концепты фигачить в иллюстраторе, и перед тем, как кто-то будет покупать курс, я сразу скажу, что необходимы какие-то владения иллюстратором или другими программами, я, по-моему, уже в начале курса об этом рассказывал, но тем не менее, так, давайте начнем с шестиугольника, делаем шестиугольник, такой, перед тем, как начать записывать стрим, вести стрим, я просматривал всякие референсы и видел там один из референсов, и сейчас его попытаюсь на память воспроизвести и уже потом будем анимировать, вот у шестиугольников у нас угол 30 градусов вроде бы, ну, как каждый из этих вот, между, между вот этим и вот этим у нас 30 градусов вроде бы, сейчас мы это проверим, либо 30, либо 60, здесь делаем 60, скажем, и сделаем от центра, вот опять музыка пропала, нет, все-таки 60, ой, 60 плюс 30, ну, короче, минус 30, ноль, минус 30, да, вот минус 30, пошла, давайте, наверное, другой трек включим, раз с этим какие-то тормоза непонятные идут, такой, скажем, так, продублировали, и вообще давайте воспользуемся здесь transform, эффект transform, вот этот вот, почему-то в курсе у многих возникли проблемы относительно трансформ эффекта, для меня это немножечко странно, потому что мне кажется, что если человек уже владеет After Effects, ну, а в требованиях указано, чтобы какие-то начальные знания было, то иллюстратором-то он, наверное, должен уже владеть, ну, не знаю, видимо, я в каком-то другом мире живу, что в ином мире происходит вот так вот, что люди не знают иллюстратор, но при этом работают в After Effects, и вот фишка у этого эффекта трансформ в том, что когда я его использую, нет, новый эффект применять не надо, когда я его использую, я якорную точку выставляю вот здесь вот, самая левая верхняя, и вот из-за того, что он берет, видимо, за основу и ширину линию, если я увеличиваю линию, то, соответственно, начинает происходить выравнивание вот по вот этой вот точке у линии, с учетом, короче, строк, вот, поэтому у меня сейчас есть одна идея, строк поставить после трансформ, нет, нельзя так, к сожалению, в иллюстраторе, ну ладно, тогда сделаем просто ноль, так, у нас все равно они где-то здесь есть, эти линии, и теперь сделаем expand appearance, смотри-ка, не сработал, ну ладно, а если я сделаю заполнение, о, с заполнением сработает, наверное, expand appearance, да, сработало, вот, теперь убираем заполнение, делаем строк, что я хочу сделать, я не сказал, я хочу вот так вот обрезать каждый из этих отростков, вот, чтобы у меня получился в итоге вот такой вот типа прицельчик, и мы этот прицел попробуем заанимировать, суперсложного, я ничего не хочу анимировать, потому что это все затянется на еще часа три, а я не хочу затягивать, вот я чисто хочу показать вам, как это все происходит, вот, так, возьмем, скажем, такую ширину, примерно вот так вот, наверное, теперь outline stroke, merge, и вычтем одну из другой, хоп, прицельчик, и что теперь можно сделать, можно сделать, чтобы у нас один из элементов померцал, и сюда пришел, и вот так вот поочередно, один в другой, и здесь я вам расскажу, как раз таки, как происходит, как можно сделать вот эту вот задержку, для чего это делается все в иллюстраторе, для того, чтобы мы сразу понимали, как у нас, во-первых, выглядит финальный прицел, а во-вторых, могли вот так вот взять, скопировать один элемент, а лучше все взять, взять все, здесь мы сделаем новый проект, сразу сохраним его куда-нибудь, сохраним его в, здесь у меня есть папка stream, надо сделать папку stream, stream ui elements, вот, так, у нас stream перешел от такого быстрого режима в спокойный, более, создадим новую композицию, стандартную 1920 на 1080, и вот здесь импортируя иллюстраторские вот эти вот пути, можно поступить несколькими способами, вообще, самый простой для тех, кто не обладает никакими там шейпами, ой, никакими там дополнительными скриптами, хотя тут вроде есть скрипты, которые преобразуют маски в шейпы, вот, можно использовать, можно просто сделать, допустим, solid, и когда мы копируем, то этот solid, в этот solid копируется маска, при том, куча-куча-куча вот таких вот масок, но я себе уже сварганил, во-первых, скрипт, который из масок преобразует в шейпы, кстати, да, я хочу рассказать еще про вот этот, вот эту панель, которая здесь есть, эта панель, это часть курса, в курсе я раздаю ее тем, кто пройдет до определенного этапа, и также дается вместе с этим часть вот этих вот внутренних скриптов, как работает эта панель, это скрипт отдельный, вот скрипт, он сделан специально для курса от UI, и здесь выдается ProbeMid, это очень крутая штука, я покажу позже, как она работает, и тоже какая-то часть других скриптов, это подскрипты, которые мы можем изменить, сохранить, и отсюда запускать, не перезапуская сам вот этот скрипт, то есть скрипты в скрипте такие, по панельке для скриптов, вот, собственного производства, так сказать, вот, но вернемся к тому, что нам надо создать shape, во-первых, можно прямо из маски, из обычного слоя такого вот вставить, и здесь я жму mask to shape, по-моему, есть на самом деле такой скрипт в открытом доступе, который преобразует маски в shape, если вам интересно, можете просто поискать, вот, теперь сделаю fill для всех, скажем, беленький вот такой вот, смотрите, какая ситуация с fill, когда мы fill применяем уже после этого, мы можем opacity для всей группы менять, когда мы после всей группы применяем, а если мы применяем внутри, то мы для каждого элемента отдельно можем применять opacity, но в дальнейшем мы с вами возьмем вообще одну, один вот этот элемент и его репетером можем продублировать, но тогда мы не получим с вами вот этой вот задержки, про которую я говорил изначально, поэтому мы вернемся к предыдущему варианту и в каждой из групп я добавлю fill так вот добавлю fill и теперь мы можем делать мерцающие opacity, я называю это мерцающим opacity и в курсе мы делаем эти элементы, эти мерцающие opacity, мы собираем вот набор пресетов, кстати, я вот не помню, сейчас вспомнил, что нужно будет в дополнительные материалы курса приложить вот эти вот пресеты, а я их не приложил, я вроде бы обещал их прикладывать, ладно, я это сделаю после стрима, в общем, мерцающие opacity как у нас работает, очень часто в HUD UI можно видеть именно мерцающие opacity и происходит это так вот, хоп, мерцает и появляется, и тут у меня есть абсолютная куча вот этих вот мерцающих opacity есть на 10 кадров, вот, давайте возьмем наверное вот такой вот, хотя наверное все-таки хочется что-то такое супер супер быстрое вот типа такого вот так вот, хоп, вам-то с фризами наверное супер видно эти мерцающие opacity, но тем менее, вот, мы можем вот так вот просто скопировать этот фил и продублировать во все остальные группы, но пока мы так не будем делать, я предлагаю сделать анимацию для одного элемента, вот, и еще мне нужно чтобы якорь анкерпоинт был у него в центре вот здесь вот, я делаю наверное вот так вот, нет, не так, я делаю позицию получается по 0, нет, не так, если я сделаю вот сюда в центр экрана, то что я получу вот в этих его значениях, я получу 960 на 540, это центральная точка у композиции, если мы возьмем 1920 и разделим на 2, это будет 960, если 1080 возьмем и разделим на 2, это будет 540, и вот тут как раз-таки используется эта точка, вот, теперь мы можем крутить, вертеть, пока возьмем только одну вот эту группу, hex part 1, вот, происходит появление и появление это у нас будет происходить в таком виде, то есть вначале у нас происходит мерцание, а потом выдвижение в центр на оригинальную точку, а вначале у нас будет располагаться по диагонали вот то есть слева сверху и смещаться в центр, тоже в курсе я рассказываю про то, что один из частых приемов это пошаговая какая-то анимация, то есть у нас мерцание потом раз второй шаг и вот этот элемент пришел в центр кадра, но я бы хотел, чтобы вот это движение происходило ровно по диагонали, вернее в 30 градусов получается и тут на самом деле можно заморочиться и взять скажем высчитать вектор угла вектор мы можем прокрутить вектор ну есть такая по тематике штука что мы можем взять вектор а вот эти две точки это позиция если мы возьмем и вычтем из центра то это будет вектор мы его можем прокрутить на 30 градусов но я не думаю что мы здесь будем таким сейчас заниматься хотя в курсе я такие штуки тоже разбираю там очень много математики вот я объясняю вот ну давайте я пока сделаю так и посмотрим как это все вместе потом будет выглядеть вот hex part 1 у нас закончил теперь посмотрим как это движение происходит ну вот вполне в принципе нормально секундочку водички себе сделаю у меня тут термос вернее их два в один из одного я пью а из другого наливаю очень удобно всем советую вот произошло движение появление сохранимся теперь вторая часть во второй части я предлагаю убрать полностью анимацию убираем анимацию и сейчас берем эту анимацию вот отсюда то есть позицию берем отсюда чтобы полностью она идентична была и как-то обычно люди фигачат вот так вот берут и прикрепляют позицию вот таким вот образом и вроде как все работает у нас позиция будет меняться для второго вот этого объекта сейчас я его смещу на 30 градусов на 60 получается чтобы было видно что это другой элемент вот и кстати да вот мы уже видим что если мы полностью хотя бы даже скопируем к тому что мы привязываем один параметр к другому с помощью вот такого линкования я к этому вернусь но сейчас я увидел другой косяк то есть если мы мы даже привязываем то у нас вот этот идет в этом направлении и этот идет в этом направлении а хочется чтобы вот этот шел вот отсюда поэтому делаем следующее пока удаляем экспорт 2 и еще раз группируем вот этот объект видите да как происходит я группирую у него позиция меняется черти что вообще в After Effects происходит на самом деле причина этого достаточно мне не очень так сказать интересно почему это происходит но давайте все таки вернемся к тому что мы хотели сделать смещаем вот этот вот объект пас и потом уже можем крутить паротейшн и при этом смещение сохраняется вот отлично так и пока вот так возвращаем динамику анимации все в порядке это я предпочитаю называть пас групп вот эту группу так и вот это мы уже можем крутить относительно центра опять дублируем и теперь уже вот это свойство позицию прицепляем к этой убираем ключи анимации и прицепляем вот к этой позиции все прицепили и теперь если я вдруг внезапно захочу скажем сделать еще одну группу то у меня возникает ошибка а прикиньте этих будет штук у нас сколько раз два три четыре пять еще пять штук и в таком случае конечно нужно для каждого экспресса исправлять это очень тупо я думаю вы согласны поэтому мы можем пойти по дереву вот так вот вверх двигаться до вот этой группы и потом из этой группы прийти в hex part 1 в пас групп внутри и вот таким образом залинковать эту позицию то есть минуя вот этого корня в виде контент и группы 1 пускай это будет у нас группа base это будет назваться hexagon вот и это можно сделать с помощью всяких this property property group это тоже я это один из тех способов которые я разбираю в курсе вот но там я специально для того чтобы упростить работу студентом да и себе написал такой скрипт который автоматически линкует два параметра вот я выделил первую позицию и вторую позицию теперь жму proc mid вот это этот самый скрипт мощный я считаю очень крутой в котором прописывается путь тот который я описал ранее вот только мне надо поменять сейчас прилинкуется наоборот к нижней а нужно поменять на верхнюю вот так вот и здесь можно менять чтобы по названию группы было потому что если допустим я меняю название у нас по названию скажем здесь линк происходит то возникает опять ошибка поэтому там вы уже сами себе можете выбрать либо по названию группы либо по цифрам вот этим вот ну я могу прямо здесь изменить пасгрупп скажем а чтобы первая вот эта вот группа hexpart 1 она именно по названию бралась остальное по позиции то есть пасгрупп я знаю что у меня всегда будет первым вот и теперь у нас есть полный такой линк и теперь если я захочу скажем вот этих hexpart 1 сгруппировать в hexes то происходит какая-то билиберда надо сейчас понять почему то походу 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 это вот та же самая проблема когда мы знаете группируем у нас меняется позиция вот 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 группируем меняется позиция но при этом expression работает то есть с expression вроде проблем нету и именно происходит проблема с перераспределением вот этой позиции вот ну пока оставляем так как есть вообще по-хорошему их надо выравнивать чтобы anchor point был 0 скажем а позиция была смещена вот то этого так уже не работает потому что сам объект пас он криво выставлен у меня тоже есть свои скрипты которые позволяют этим бороться но сейчас просто я не хочу усложнять вам понимание техник которые я хочу показать всякими дополнительными скриптами вот буду работать так сказать с тем что есть и в ситуации когда у человека не особо много скриптов ну хотя вот prop.meet я использую чисто из-за того что он в курсе используется вот но вернемся к этой методике мы можем не просто брать скажем позицию да а мы можем брать позицию по времени value at time здесь указываем time и будет та же самая штука то есть происходит движение это же самое давайте сделаем на 60 градусов вот движение но если мы сделаем скажем time минус одну секунду это будет указываться в секундах то происходит задержка в одну секунду я думаю вы здесь логику поняли что мы для каждого можем выставить отдельный индекс и на самом деле можно для каждого из групп вычислить свой индекс и в курсе это так и происходит но здесь для упрощения для ускорения процесса я буду использовать просто вручную вбивать эти цифры и здесь я буду фигачить смещение на скажем два кадра чтобы эту цифру преобразовать из кадра в секунду нужно умножить на this comp frame frame duration вот все теперь будет смещение ровно на два кадра также мы это можем вывести в слайдер смещение чтобы как я показал в начале у нас было смещение регулировалось в кадрах вот два кадра умножаю на вот этот слайдер давайте я его в отдельный в отдельную переменную возьму слайдер ой вот так конечно так всегда происходит вот слайдер ввожу в s и здесь умножаю на s и надо еще умножить на какое-то значение которое означает скажем индекс этой группы ну допустим это будет само собой один давайте даже это тоже в отдельную переменную выведу i равно один и умножаем здесь на i вот то то же самое у нас будет с opacity мы прикрепляем одно opacity к другому с помощью prop.mit вот так здесь тоже можно этот fill убрать он там по-моему у нас получается какой это первый это вторая значит он второй у нас вторая группа и используем тут же самую схему только вместо вот этой property мы будем использовать новую property которая у нас для opacity тупо заменяю тупо заменяю вот эту вот opacity теперь у нас происходит задержка в один в 2 получается кадр для нее отлично что теперь дальше мы теперь можем еще раз продублировать сделать плюс 60 получается да 60 градусов да плюс 60 градусов кстати этот fill можно было убрать ух export 2 вот и здесь уже указываем 2 и в opacity соответственно 2 но вообще у меня там высчитывается автоматически то есть я беру из индекса вот этой группы export а давайте знаете что что-то мне прям лень заморачиваться лень называется двигатель прогресса я наверное все-таки сделаю индекс чтобы высчитывался автоматически нам нужно проникнуть вот в эту группу base это this property property group так 1 это fill 2 это hexpart при ней контент hexpart потом 3 это сам hexpart 4 это контент то есть нам нужно 3 индекс не переживайте что вы ничего не понимаете еще бы вы же курс не проходили поэтому бегом покупать если вам это интересно вот курс сейчас тем более он продается по скидке нет надо потому что не индекс а property индекс в курсе я вообще очень подробно объясняю про вот эту всю тему прям вот с этой хат-юи анимации показываю что из чего идет я вам даже наверное покажу эту анимацию просто так сказать похвастаюсь вот как-то работает в анимации расписал ну и в таком ключе все это рассказываю в курсе ладно не будем отвлекаться вернемся к процессу здесь я взял property index у первой группы это будет 1 ну вот если я дублирую то теперь это уже 2 потому что считается от 1 типа вот я дублирую здесь это 1 здесь это 2 вот так теперь делаю для opacity то же самое но opacity у нас а я для opacity делал значит для позиции теперь делаю то же самое но возможно будет размер цифр вот эти вместо 3 другой ну это проверить легко я ввожу сюда вот так вот i и 0 что ему не понравилось точку запятой не поставил да точку запятой не поставил ну вот он показывает цифру 2 дублирую ничего не меняется это значит я не в правильной группе увеличиваю на 1 получается 4 опять дублирую теперь уже 2 отлично значит property группы 4 это как можно методом подбора узнать эту группу все узнали и теперь если я дублирую таким же образом я могу и rotation вот это менять умножать на 60 но rotation уже давайте я вручную зафигачу так 120 давайте посмотрим будет ли меняться delay для каждой из групп он меняется но не в том порядке в котором нам нужен потому что вот это у нас первая группа это вторая и вот нужно чтобы они по очередности были вот так хоп все дублируем дальше здесь еще плюс 60 градусов и здесь еще плюс 60 градусов и последний последний еще плюс 60 градусов ну вот собственно говоря то к чему мы пришли теперь что самое интересное у нас здесь всего лишь два вида ключей анимации двух групп и они регулируют всю анимацию в целом то есть вот смотрите изначально мы выставили как попало то есть не по 30 градусов вот эту вот тему но теперь мы можем благодаря вот этому выставить прям точно позиции вот скажем вот так вот по гайдлайнам ориентируясь хоп ой хоп и у нас теперь все четко плюс мы можем по-разному менять сами анимации и вот прикиньте весь курс основан на вот таких всяких штуках я думаю если вы прям купите его и просмотрите то вы прям как айфонете вот вот того что у вас получится в итоге вот ну я пожалуй не буду еще тут элементов добавлять потому что прям ну уже мы сколько с вами сидим час сорок час сорок это очень уже много вот поэтому наверное сейчас еще какой-нибудь попробуем элемент сделать но вначале почитаем комментарии ваши к стриму мне надо найти в каком окошке вы у меня были товарищи все понятно пишет а я всегда думал что проще закинуть аи в ая и нажать create shapes from vector да да возможно возможно так есть для некоторых но я блин дико ненавижу эту штуку вот из-за того что как раз якоря всяко смещается и не так группируется как мне надо я короче для себя заморочился и сделал свой личный скрипт который офигенский просто я вам сейчас покажу как он работает вот я скопировал да вот это вот и я жму кнопку svg и хопа у меня отличный появляется слой с разными группами при том если скажем я здесь называю это hexagon вот так вот hexagon и вот эти объекты pass как-то назову там 1 2 3 ну я вот не помню pass он будет брать не будет ну вот скажем вот так вот назову и теперь копируем копируем надо закрыть наверное telegram вот копирую теперь опять же мы кнопку svg и смотрите что происходит вот он берет то есть название групп он все распределяет по группам он создает либо объекты pass либо если я допустим использую rectangle и скажем сюда сделаю круг внутрь я опять нажму svg то он создается соответственно круг и rectangle только почему-то он круг не черным сделал странно 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 ну вот и вот вот так баги познаются не замечалось заценим такие баги но на самом деле я брал прям очень большие элементы всякие вот типа скажем вот таких вот и они полностью прям четко четко преобразовывались внутрь after effect и при том все по группам распределялось но это никак не связано с курсом на самом деле в курсе я об этом вообще и не рассказываю это вот уже после курса я этот скрипт себе разработал потому что у меня очень очень часто фигачу концепты вот в иллюстраторе и лень конечно вручную все переделывать и если мы допустим возьмем какой-нибудь элемент в after effects вот скажем вот этот вот Nadi ой это называется Kichari Kichari Mudra вот скажем распределенный по по слоям ABC вот я его допустим преобразую в create shapes from layer где-то работает вот и мне дико не нравится как он создает ну просто просто куча групп нераспределенные по подгруппам это все равно все вручную приходится переделать иногда он добавляет вот такие вот квадраты типа ну вот это что такое вообще и что это вы вручную очищаете я вот честно не понимаю зачем такие страдания вот насчет этого скрипта я бы его на продажу зафигачил но его надо прям подготовить хорошенько потому что вот то как сейчас одной кнопкой он работает это конечно наверное минималистично и круто но непрезентабельно так сказать вот и есть у него куча недостаток но например он не может брать градиенты к сожалению вот такой недостаток хотя наверное если я бы сделал great shapes from layer и он бы взял спокойно градиенты но вот мой это скрипт он к сожалению берет типа создает градиент но он не берет вот отсюда цвета которые я здесь укажу а я очень часто в последнее время использую градиенты ну ничего я их просто вручную переделываю и все ну для если если просто фигачить для продажи я считаю что нужно делать полностью конфетку вот ну к сожалению никак руки не доходят поэтому пользуюсь тем что есть так комменты дальше почитаем где вы комменты вот ну это сейчас солды да наверное вот за солдами связано попахивает математикой вот ну комментов не так много вообще сколько у нас 42 зрителя смотрят ну прекрасно понимаю что не все смогут в прямом эфире это смотреть но надеюсь в записи люди посмотрят и им будет интересно давайте вернемся к созданию следующих элементов вот мы сделали один элемент назовем эту композицию hexagon point вот и сделаем с вами еще какой-нибудь один элемент я уже наверное пойду спать вот но надо понять какой элемент вот тоже шестиугольник используется я бы в принципе наверное бы даже сделал что-то такое но не хочется еще один шестиугольник использовать мы уже с вами попробовали шестиугольник надо что-то другое так как красивенько вах смотрите какой прогресс бар слушайте я предлагаю вот такой прогресс бар зафигач такого я еще не делал мне кажется это несложно тем более мы можем взять воссоздать вот такой вот один элемент и репитерами его продублировать и сделать регулировку с слайдером я думаю это будет круто я думаю вы меня об этом поддержите вот это кайф вообще наверное я вот наверное не очень хорошо вот так вот брать один в один копировать ну я думаю для стрима это не сильно зазорно тем более у нас все все равно не один в один получится вот мы с вами чисто посмотрим как это можно анимировать я думаю ничего страшного вот заблокируем этот слой как reference и даже наверное сделаем такой make clipping mask ну вот эта стрелочка она похожа на шестиугольник что мы с вами только что делали только шестиугольник он как бы вот один из другого вырезан и получается вот такая вот штука похоже же похоже можно даже цвет взять отсюда но мы наверное его изменим вот это наш концепт будет концепт здесь типа преобразуется в более белый цвет и вот так вот дальше у нас идет такой синеватенько сероватенький цвет ну все я думаю это вот достаточно мы с вами на этом думаю остановимся этого для короткого стрима будет достаточно и так а там один элемент был прям белый совсем такой вот давайте только возьмем другие цвета которые я люблю это будут такие я люблю оттенки всякие розоватые вот такие вот надо убрать вот этот вот чтоб не 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 мозолил глаза и этот розовый у нас может преобразовываться вообще в любой например 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 фиолетовый скажем или в синий тоже хорошо будет мне кажется смотреться но в синий надо чтоб он не так прям сразу преобразовывался в синий а вот скажем через переходный момент и можно же еще одну сделать вот так вот да это я думаю будет классно ну и соответственно вот этот нужно цвета для него подобрать на вот такие скажем все супер здесь уже нам будет легко потому что мы возьмем вот так вот один элемент и из него можем сделать тупо маску как скопировать копируем маска и теперь я создам гайдлайны чтобы по ним выровнять эту стрелку так как мне нужно так маска arrow прогресс так будет называться кстати я создаю в этой же композиции ну ладно пускай будет в этой же композиции теперь накопирую вот эту маск пас как там сказали алды предпочитают старые методы вот на самом деле это не очень хорошо не идти в ногу со временем вот но к сожалению вот у меня как-то не прижилось этот преобразование векторов в шейпы если у кого-то прижилось это супер я просто рад arrow элемент 1 и вот тут по идее мы можем репитером продублировать как я сказал в начале но суть в том что нужно будет у некоторых элементов регулировать цвета можем это сделать знаете как в начале воспользуемся репитером вот я сделаю вот эту заднюю подложку скопирую цвет сюда и продублируем вот это у нас будет arrows bg будет называться сбрасываю все якоря чтобы у нас все равно якорная точка была там где мы изначально указали и здесь надо добавить репитер репитером отмечаем как мы хотим какое мы хотим пространство между ними выставить это мы тоже можем в слайдеры добавлять но я этого делать не буду вот пускай будет 150 между ними думаю это неплохо смотрится теперь теперь на счет следующих arrows мы сделаем короче три группы давайте наверное знаете как я сейчас посмотрю как это будет смотреться если мы возьмем вот так вот нет не очень смотрится все таки хочется чтобы три перехода цвета было поэтому мы сделаем три группы первая группа это вот такой цвет вторая группа это такой цвет и третья группа это такой цвет и четвертая это такое всего получается три группы и вот по сути я вот так вот просто сколько раз два три четыре четыре раза продублирую и первый это у нас будет фиджи один я честно говоря уже спать хочу и могу что-то не соображать поэтому уж не судите строго но попробуем именно такой способ если что-то попадет не так то будем переделывать почему что прогресс что я не уверен что я сейчас справлюсь на самом деле вот именно с этим надо же как-то еще просто определить насколько они будут заполняться первая часть в зависимости от прогресса от 0 до 100 вторая часть и третья это тоже как-то надо предугадать наверное мы возьмем какое-то процентное соотношение давайте тогда сейчас сделаем вот эту группу и вот эту а с этими уже разберемся по ходу так цвет цвет сюда поставлю начали вот с этой группы вообще по сути первый прогресс должен показываться на белой то есть мы делаем белый одну линию убираем repeater или пока скрываем и второй делаем вот таким вот розовеньким вот так вот вот это у нас 0 это у нас 100 и здесь есть слайдер прогресс в первую в первую очередь давайте решим для белого элемента белый элемент у нас будет смещаться просто вот так вот по opacity но мы уберем копии вот так вот сделаем одну копию и будем смещать просто от 0 до количества копий при том мы можем конечно вот этот параметр привязать к этому но я сделаю слайдер дополнительный который будет называться copies и привезу его сюда просто вот так 14 сделаем 14 и теперь я просто могу делать offset высчитать по банальной формуле я думаю вам известный берем linear для прогресса от 0 до 100 да мы ведь от 0 до 100 берем до от 0 до значения указанного здесь в copies я привык у слайдеров убирать вот это слайдер и ставить один просто чтобы во-первых код сокращать не люблю эти кавычки вот ну и теперь посмотрим на прогресс реагирует да видите теперь это происходит очень плавно и последний у нас получается на дальше чем нам нужно во-первых мы делаем здесь минус 1 а во-вторых мы можем сделать следующее mass round вот так вот и теперь это так вот более рывкообразно скажем и четко я предлагаю также ключи анимации создать для прогресса чтобы мы могли не крутя прогресс не крутя прогресс смотреть как будет меняться все поставим так теперь вот эта вторая часть здесь уже мы будем управлять копиесом но возьмем скопируем наверное это в сет именно expression скопируем так вот скопируем да и теперь у нас получается заполнение для всего вот этого полностью до белой линии происходит сейчас заполнение вот но нам не так нужно нам нужно чтобы было небольшое смещение и здесь как мы можем поступить ну самое тупое вообще что может прийти на ум это просто вычитать цифру какую-то из итоговой да из итогового результата скажем 2 там 4 но тогда если будет 0 это этот эти как бы стрелочки ходят за пределы а хотелось бы чтобы они начинались такими прижатыми и расширялись честно говоря я не уверен что у меня сейчас башка сообразит придумать такое надо подумать как это сделать вариант еще мы можем взять из из in какой-нибудь вместо linear и тогда или изи изи из да по-моему называется этот интерполяция где здесь у нас интерполяция просто из называется из но тогда он в конце прижимает и заходит за пределы во-первых нужно ее под низ разместить если если я сделаю из in то он догоняет но хочется чтобы он еще сильнее догонял я там конечно в курсе использую одну такую тему типа ручной из in сейчас я не хочу просто этим заморачиваться на стриме поэтому наверное давайте все-таки с вами сделаем по-тупому иногда это очень хороший слоган сделать по-тупому масса раунд пис да линер я тут почему-то удалил ну да наверное так я просто сейчас не могу придумать какую-нибудь математическую функцию чтобы она да за алгоритмы не могу в голове распределить видимо надо все-таки стримы утром такие офигачить ладно дублирую туда еще один и этот будет у нас уже фиолетовым блин все-таки конечно хочется сделать не так по-тупому но вот как я хотел изначально походу надо рассчитывать свои силы более адекватно или может в комментах мне кто-то подскажет в чате ну в чате в смысле в прямом эфире не потом в стриме в записи потом-то я уже сам догадаюсь вот а сейчас в стриме если кто-то подскажет то я буду конечно прямо рад этому если у кого сейчас более соображающая голова давайте посмотрим что там у нас по комментариям в гудинке все это делается в сто раз быстрее и проще да я прям слышал что такие такие штуки что в киношке очень часто для 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 этого гудиней используют но все-таки думаю что понимать нужно все равно основы как это все можно реализовать и в данном смысле ну вот собственно говоря такой результат у нас получился можно еще сделать появление ну появление сделать можно мерцающим опасть слушайте а что в гудине можно делать ну такие вот прям интересные анимации не только вот процедуральные да но чтобы еще там графики в анимации использовать ну то есть совмещать именно не только математику но и движение в анимации вот это тоже интересный такой вопрос для тех кто фигачит постоянно в гудине я гудине открывал очень давно я там сделал парочку таких проектов не особо значимых для себя вот поэтому я надеюсь что мне расскажут более подробно про это все смотрите у нас есть у репитера старт опассити и энд опассити мы можем для каждого из них добавить мерцающий опассити вот такой вот и сделать смещение и посмотреть как это будет выглядеть по крайней мере а еще вместе с этим сделать анимацию для копий но для этого надо взять линер для копий взять скажем чтобы мы могли анимировать значение от нуля до десяти берем значит value оригинальная от нуля до десяти и от нуля до копий вот так вот о вроде красиво вроде красиво ну и теперь банально можно это же мерцающие опассити для всех остальных элементов продумать о кстати знаете мы что еще можем сделать мы можем сделать так чтобы вот эта синяя допустим штука она была скажем только одна вот так же как с белой вот этой вот последней штукой но только она была просто смещена на один и тогда в анимации это получше будет выглядеть вот просто смещаем получается на два тогда уже да на два вот теперь вот это вот здесь то же самое мы можем сделать количество копий сколько там у нас две да две копии и вместо это вместо вместо копий мы используем offset и делаем минус 4 вот красота теперь когда мы будем делать анимацию для этих элементов у нас каждый элемент не будет перекрывать друг друга не будет стоять поверх друг друга очень прикольно получается что когда происходит смещение вот этих точек вначале мы видим фиолетовую можно еще сделать чтобы вначале мы видели белую потом розовую и потом вот в этот самый последний конечно не супер крутая анимация надо ключи еще подвигать анимация Ну вот я думаю, нам двух элементов будет вполне достаточно, я просто не знаю, насколько сейчас еще может стрим затянуться, если я продолжу, вот, но если вам понравилось, конечно же, скажите вообще, как вам стрим, я буду рад услышать какой-то фидбэк, ну, потому что меня вдохновляет такое, вот, если вам понравилось, то и мне понравилось, вот, и тогда можно будет что-то придумать еще, чтобы какие-то такие похожие стримы фигачить, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, всем спасибо большое за стрим, за ваше участие. У вас все равно, я так понимаю, были все-таки люди, которые прям с самого начала и до конца были, вы просто герои, просто просмотреть такой стрим, два часа просто просидеть. О, Саша Танцура, простите, что я подробно не рассказал про твой HUD UI пак, но я, честно говоря, не пробовал его, чтобы его сильно рекламировать, но я хотя бы рассказал про него, что он существует. Вот, а нам уже, я думаю, зрители сами решат, насколько это круто, не круто, вот. Вот, короче, всем спасибо с вами, было здорово, может, что-нибудь еще замутим, все, всем пока.